Всем привет, друзья! Вы на канале Гансов Говори от Ада. Я, меня зовут Влад. На канале вы найдёте кучу различных видосов по данной игре, по прохождению различных инвентов, катакомб, рудников и так далее. Давно я не снимал видео на своём канале. Последний видеоролик был загружен более двух месяцев назад. И сегодня мы поговорим. Я, ну, просто начинаю заново снимать всё. Я вернулся. Теперь будем продолжать, ну, я думаю, еженедельно, может быть, в неделю два видеоролика буду снимать по игре, отвечать на ваши вопросы, помогать вам по игре. Собственно, сегодня я хотел поговорить про обновления, про вот эти вот за два месяца какие вышли обновления и насколько наша игра стала намного быть лучше, чем была. То есть, открываем нашу игру саму. Зайду, конечно, в сферу мой аккаунт. Ладно, нет, не важно. Я подрос. Буквально два месяца назад у меня там был, да, 35-й, по-моему, замок. Или 34-й я снимал ролик. Сейчас у меня 39-й замок. И там совсем прям немножко осталось. И я скоро поставлю 40-й и начну качать Т12. Собственно, я не буду рассказывать про все-все-все изменения, какие вышли. Я расскажу про самые интересные, про такие влиятельные. То есть, первое, что у нас появилось. Когда мы нажимаем на наше поместье, у нас есть случайный телепорт. Удобно? Удобно. Вообще удобно. Просто не надо заходить никуда, ни в предметы, никуда. Раз, и перелетели. То есть, оп. И снова перелетели. Два щелчка. Это удобно, когда вы атакуете при набеге, при различных... Ну, при набеге, в принципе, да, удобно. Вы грабите. Тут раз на ваш шпион. Вы улетаете на продвинутом телепорте рядом. Вот так вот. И нажимаете на свой замок. И улетаете на случайном телепорте сразу подальше, чтобы вас не выбили. Вообще удобно. Вообще просто зачетно. Второе главное изменение в игре. Прям вот очень главное. Оно прям появилось вообще недавно. С последним прям обновлением, которое вышло пару дней назад. Это изменили рынок героев. Поменяли там награды. Переходим в рынок героев и открываем. То есть, не рынок героя. Ну, рынок героя, само собой. Список предметов туда. Вот видите, напасная месть добавили. 8 часов там еще. Всякая дичь. Это не важно. Что, собственно говоря, важнее. Переходим в зал героев. Личные взносы. И собрать взносы. Вот оно, что самое главное. То есть, теперь они все увеличили. Ну, все, кроме, наверное, вот этих вот деталей. Там и различных. Собственно говоря, по знакам. То есть, они увеличили. То есть, сейчас за 30 знаков мы всего платим 13 500. Раньше мы платили 13 500 где-то за 15 или за 17 знаков. За 60 27. То есть, каждый день можно стабильно получать по 60 знаков со взносов. И плюс еще там 12 с копейками. То есть, в день мы можем получать приблизительно около 70 знаков. Это все можно сделать. Если вам интересно по добыче знаков, обязательно пишите в комментариях. Я сниму следующий видеоролик по знакам, где их добывать, как добывать. Также добавились монетки тира. Вот такое вот изменение. И мне кажется, стали чуть-чуть побольше тактические. Вот эти вот фрагменты. Их тоже было меньше, по-моему. Ну, в общем, все они переделали. Вообще по красоте сделали. Особенно со знаками. То есть, знаки это проблемы, которые они решают. Следующее колоссальное такое большое изменение было. Это в новом свете. Как раз я тут не был. И теперь мне не нужно ждать целый час, допустим. Я прям раз и зашел в новый тур. То есть, какой тур идет сейчас, я в него попал. Это просто шикарно. Это, блин, это вообще классно. Особенно если вы играете с ферм там, и вы не хотите там, вы, то есть, зашли, тупо награду там за вход забрали на ферме. И все. Это вообще шикарно. Шикарно сделали. То есть, вообще. Вот мы в новом свете. Следующее изменение. Переделали карту. Оставшееся время. То есть, рудники и так далее. То есть, нам нужно... То есть, карта целиком вся переделана. Рудники поменяли. Ну, из-за этого, то что вот они все это переделали. Просто вчера был новый свет. Я вчера заходил, вчера был в дурдом просто. Куча замков, куча замков. Все, блин, за эти рудники. Все дерутся. Все хотят поглядеть, наверное, на обновление. Рудников не хватало. То есть, прям, обычно в первый день заходишь, да. И никаких там изменений нету. Ничего так. Мы на ферме. Нам надо немножко собрать. Чтобы получить награду. Раньше никаких изменений. То есть, это... Днем заходишь. Проблем нету. Первый день. Днем зашли. Все спокойно собирают. Никто вас не гравит, не толкает. Ничего. Тут же начинается. То есть, все. Черодавка была. Я не знаю, как сегодня. Я просто не заходил. Вот. Он под счетом бежит. То есть, он не успеет по-любому сыграть. Что еще у нас по изменениям? Мы, в принципе, можем открыть последнее обновление. Система. Обновление. Ну, а, кстати, да, в этом, в новом свете новый рудник какой-то добавили. Лично сам ни разу не видел его. Ну, тут написано то, что теперь... Грабеж, естественно, раньше стал. Вы стоите, грабите, собираете целую плитку. Тут вот уже вам осталось чуть-чуть собрать. Там, буквально, там, 10-15 руды. Прилетел сороковой замок или любой другой. Убил вас. Все. Вы ноль получили. Ноль получили. Если вы не успели отозвать армию. И он спокойно собирает целую шахту. Короче, вообще, вот это было вообще нечестно. Обидно. Сейчас это немножко сделали. Теперь, судя по системе, сейчас мы откроем. То есть, они не целиком забирают, а вы какую-то копеечку получаете. Вот после того, как противник нападает на золотой рудник. Ну, вы, в принципе, все это сами можете поучитать. Доля уже собранной руды. То есть, получает и защитник, и нападающий. Целиком он теперь у вас не отберет. Вот новый вид рудника. Золотой рудник. Вот это лепрекона я его лично сам не видел. Может быть, он сейчас появится. Я не знаю, на какой он минуте появляется. Он появляется в случайной точке. Центральной или переходной зоной карты. Вот я играл с двух или с трех аккаунтов. Заходил целиком. Я вот ни разу не видел этот рудник. Там исправлены дальше, с чего у нас исправили. Ошибки, баги. Ну, вот это вот со случайным телепортом. Это вообще шикарно сделали. Также бесплатные телепорты они и были. То, что они тут пишут. Там добавились телепорты, смене населенными. Там все. Это все было. А, дальше что у нас? Да, изменили время. То есть теперь вот можно отправить письмо заранее, чтобы оно потом отправилось. То есть ответственный человек нам пишет, сидит, пишет. И потом оно добавляется. Дальше такие важные изменения, как кооперации. У вас вот тут вот рожок будет появляться. И там с различным видом кооперации вы нажимаете и можете быстро вступить. Примерно я не смогу показать вам на примере, потому что сейчас я в фермерском альянсе и кооперацию никто не создастся. Ну, это очень удобно сделали. Еще важные обновления. Теперь не нужно быть 24 часа, ну, 24 часа сутки находиться в альянсе, чтобы принять участие в подземелье в воротах. Вы вышли, зашли и прям как зашли, вы сразу можете принять участие в воротах. То есть раньше там люди заходили, да, на КВК уходили из альянса, там в другой, и возвращались, они пропускали вот это вот одни ворота. То есть сейчас это все переделали, сейчас вы можете вступить в альянс, и у вас через 5 минут в ворота вы можете начать участвовать в ворота и получите свои награды. Также много вопросов задают по подземному миру, по подземелью. То есть это, ну, вот это вот ночная осада. На ночной осад, в принципе, никогда не надо было находиться долго в альянсе. То есть вы приходите на момент ночной осады и участвуете два раза. Я, у меня много аккаунтов, и самое главное, есть такие баги у некоторых людей, не у всех. Вот у меня из 5 аккаунтов на одном аккаунте есть баг. Я могу принять участие в ночной, то есть это ночной осаде в своем альянсе, потом зайти в другой альянс, тоже принять два, два раза сходить. И в третий альянс, то есть я могу получить там более, ну, вот максимально я пробовал, то есть 6 ночных осад за один день. То есть это вот баг на одном аккаунте, на других такое не получалось. То есть вы можете попробовать, может быть у вас тоже такой баг, баг есть, потому что я даже встречал людей, которые мне об этом писали и говорили то, что они могут там участвовать в нескольких альянсах, и у них нет ограничений. Если у вас есть ограничения, у вас просто выпывает ошибка, и все. Вот такие вот тут, можем попугать 42-й замок, да, пошпионить его немножко. И он сейчас нас бабахнет. Самое еще главное изменение, мне нравится то, что вы тут теряете армию, силу ваша не падает, вы собрали спокойно свою руду, там 20 тысяч, да, и спокойно уходите. Сейчас мы его напугаем, да, еще и атакуем, пусть боится. Интересно, созовет он, свои войска нет, ну, еще один попугаем. Сила ваша не теряется, если вам убивают армию. Интересно, кто-нибудь меня ударит, нет? Никто меня не хочет бить, да? Странные какие-то они, пассивный, может быть, бот. И сила не теряется, вы, когда возвращаетесь домой, у вас там осталось еще раньше, вот там, вы собрали 20 тысяч, и потом сидите, это, вернулись домой и ждете там, сколько, полчаса осталось, 40 минут, когда ваша армия восстановится, если вас убили. Сейчас же вы возвращаетесь домой, и ваша армия на месте. А, кстати, вот эти вот пятерочки над рудниками, да, очень, очень прикольно сделали, то есть таймер по 5 секунд, каждую секунду идут. Сейчас мы, в принципе, можем открыть карту и поглядеть, не появился ли этот супер рудник. Ну, супер рудника тут опять нет. Что за рудник, я его не видел, может быть, когда-нибудь встречу, засниму, я обязательно вам покажу. Ну, карту переделали, кстати, карта стала красивая, вот этот вот рудничок шикарный, всегда тут 45-е замки, 30-е, у него простым или простым смертным в этот рудник не попасть. И есть, вот, я говорю, другой рудник, я не знаю, как он должен появиться, и, кстати, вот дощечки по изменениям, и что, собственно говоря, да, вот я сейчас потеряю целиком свою руднику. Давайте, давайте, там вообще вновь спущу, какая разница, раз, и пошла, пошли в мои войска. И вот малыша какого-нибудь обидим с вами. Чтоб он тут не стоял, не собирал. Хотя жалко. Не, малыша, давайте не будем трогать, малыша, да, а, ну, он считает, а дел какая разница. Я, в принципе, не люблю, вот, атаковать тех, кто на уровень меньше, это некрасиво, это нехорошо, особенно, когда прилетают 40-е замки и бьют 30-е, там, забирает где-то в уголку, 30-е стоит, собирает, и он у него пролетает, все забирает, это вообще некрасиво. Собственно, если вам интересно, в принципе, да, пора заканчивать по знакам, обязательно пишите комментарии, мы снимем любые другие вопросы, теперь тоже пишите комментарии, мы все снимаем, я теперь все снимаю, все монтирую, все выкладываю. Два ролика в неделю, я, в принципе, думаю, стабильно буду выкладывать, вовсе, на нас атакуют, да, прикольно, красиво. А, вот, появился рудник, лепрекона, давайте посмотрим, что за рудник и где он. В центральной зоне, да, появился рудник лепрекона. Эталон, я думаю, это не он, и вот где он, в центральной зоне, это вообще непонятно. По идее, тут это, по руде то же самое осталось. И на карте он никак не отмечается, я не знаю, может быть, этот, конечно, этот рудник, но я думал, это что-то новое. Также добавили, да, лазарит королевство, красивый профиль. А, ну, это, в принципе, они тут воюют. Ну, я думаю, это не этот рудник, это какой-то другой рудник, где-то появляется, видать, он просто на карте не отмечается. Если вы видели, да, снимите скрин, поделитесь скрином, что это за рудник, если это какой-то другой. А, это вот, вот эти вот рудники, я так понимаю. Я понял, что это такое. Вот они, они, да. Телепорт. Занять. Да, и скорее всего, это эти рудники. Давайте мы чуть-чуть попробуем посыграть. Не успеем, да, успеем, нет. Одна секунда, две. Все, мы собрали, собрали, собрали. О, мы еще живы. Все, мы умерли. Я так понимаю, это вот эти вот рудники. Дополнительные какие-то шахты по добыче. Ну, суть, все интересно. Мы армию свою проиграли, да, всю, просто всю спустили. И возвращаемся домой. И, в принципе, заканчиваем ролик. Все вопросы теперь пишите. И сейчас на пару комментариев там я отвечу. Давно не отвечал. Ну, то есть, вы писали, вы молодцы. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вам нравится данная тематика, будем снимать ролики. Будет много чего интересного на канале. Потому что мой канал не только для новичков, но и для всей аудитории. И также, если у вас есть вопросы по донату, когда лучше донатить, что лучше покупать и как дешевле это сделать. У меня, в принципе, опыт в этом есть. И я могу с вами этим поделиться. То есть, рассказать. Я, в принципе, за небольшую сумму выстроил себе хорошую такую статистику на своем основном аккаунте. Ну, не прям мега там высокую. Ну, по 28 тысяч, по-моему, у меня там показатели. То есть, это совсем небольшая сумма была. Да, у меня плеер завис. Я выхожу из игры. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока.